На втором месте после рака молочной железы самая распространенная опухоль женских репродуктивных органов. В зоне повышенного риска девочки и молодые девушки. Ежегодно в России ставят более 500 тысяч онкологических диагнозов, свыше 300 тысяч из них – гинекологические. Заболеванием также подвержены женщины старше 40 лет и те, кто отказывается кормить детей грудью. Однако, благодаря современному оборудованию, которое регулярно появляется в больницах региона по национальному проекту здравоохранения, порой болезнь можно вылечить даже не прибегая к хирургическому вмешательству. Один из наших показателей, то есть это увеличение продолжительности жизни 5 и более лет. Это один из наших классических показателей, который подтверждает как качество проводимой диагностики, так и, что немаловажно, именно качество проводимого лечения. И сегодня этот показатель свыше 56, точнее 56,3%. То есть он выше даже средненормативного, выше среднероссийского. Самарские онкологи в очередной раз призывают не бояться, а своевременно обращаться к специалистам в поликлинике, Центре амбулаторной онкологической помощи или Самарский областной онкодиспансер. На полное обследование потребуется около шести часов. Каждый визит врача, каждый визит к медицинской сестре, к любому специалисту он заканчивается проведением комплексного или параллельного онкологического осмотра на предмет выявления наружной локализации. Это, пожалуй, самый первый шаг, который должен сделать пациент, придя в поликлинику. Раннее выявление онкологических заболеваний – одно из приоритетных направлений нас проекта здравоохранения и региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». А оснащением от учреждений современным оборудованием – часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.